Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря макроэкономические данные из Англии. В частности, ждем ВВП, данные по валовому внутреннему продукту и промышленному производству. Эта статистика изначально расценивалась нами как блок данных, который может простимулировать покупки британской валюты. И хотелось бы, конечно же, увидеть пару фунт-доллар повыше текущих уровней, ну хотя бы с учетом того, что пара фунт-доллар явно достойна на то, чтобы котироваться выше. На данный момент котировки 1,2770 пара по-прежнему стремится к сопротивлению 1,28 и в любом случае текущий новостной фон, он уже заранее сформировал потенциал для движения пары к нашей долгосрочной цели 1,30. Поэтому остается только лишь ждать. В 13.30 по GMT будут публикованы данные по индексу цен производителей. Это данные по промышленной инфляции в США в догонку к вчерашнему отчету по инфляции в целом. Обязательно стоит дождаться этих релизов, посмотреть на то, что происходит с индексом цен производителей, еще раз оценить общую картину по изменению потребительских цен США и принять для себя какую-то конкретную, более-менее четкую и точную позицию, что лично вы будете делать долларом в свете того, что вероятность снижения ключевой процентной ставки в США увеличивается. И сегодня мы поговорим о данных FedWatchTool. Я, собственно, вам докажу по факту на цифрах. Давайте по индексу доллара. Текущие котировки 102 пункта. Собственно, вчерашние данные по инфляции. Основной показатель индекса потребительских цен вырос с 3,1 до 3,4%. Прогноз предполагал рост до 3,2%. Базовая инфляция снизилась с 4 до 3,9%. Базовый индекс потребительских цен имеет принципиальнейшее значение для Федрезерва. Поэтому нам можно говорить только про этот показатель, потому что именно на него ориентируется регулятор при принятии монетарных решений. В данном случае, если снижается базовая инфляция, она уже находится на многолетних минимумах и тенденция снижения сохраняется. Я думаю, то, что мы с вами всерьез можем готовиться к тому, что в марте американский регулятор пойдет на снижение ключевой процентной ставки. Сегодня, кстати, когда выйдут данные по промышленной инфляции, мы ждем как раз тоже базовый показатель. И по предварительным прогнозам нас ожидают цифры по итогам декабря на отметке 1,9% в годовом выражении. Это ниже, чем 2%, который мы видели в ноябре. Если статистика по факту окажется именно такой или даже потенциально еще ниже, то тогда участники рынка станут активнее закладываться под идею скорого смягчения американского монетара на политике. При всем уважении к данным по индексу потребительских цен довольно странно, что индекс доллара, который, собственно, котировался до выхода данных по инфляции. Вчера на отметке 102 завершил день на тех же самых значениях. И сегодня мы видим те же самые уровни. Интересно понять, что же все-таки может стать более стоящим драйвером для курса американского доллара. Если у вас есть видение по этому вопросу, мысли, обязательно пишите в комментариях, какой отчет, какое событие лично вы ожидаете, и как, по вашему мнению, оно может повлиять на рыночное настроение касательно американского доллара. Я, собственно, продолжу ориентироваться на мартовское заседание Федрезерва. В каждом отчете, который мы будем разбирать на следующей неделе и после, буду искать подсказки или уточняющие сигналы на то, может ли американский регулятор все-таки с большей вероятностью согласовать более агрессивное снижение ставки в перспективе всего года. Если сейчас посмотреть на точечную диаграмму именно изменения ключевой процентной ставки, то в соответствии с прежними прогнозами, которые были анонсированы еще по итогам декабрьского заседания Федрезерва, ставка действительно в этом году может быть снижена с 5,5 до 4,6%, что фактически предполагает ее снижение как минимум три раза. В марте потенциальное снижение на 25 байсных пунктов – это будет уже достойный старт для того, чтобы продолжить эту тенденцию в последствии. Нам главное подловить этот момент и увидеть отработку идеи слабости доллара, когда индекс американской валюты окажется ниже поддержки 100 пунктов урона. И что касается инструментов этого чту, на данный момент, после выхода данных по инфляции, вероятность снижения процентной ставки в марте составляет 68,1%. Примерно 61% мы видели до выхода отчета по инфляции. Поэтому рынок стал активнее закладываться под эту идею. И я в связи с этим ожидаю дальнейшего развития нисходящей динамики по доллару. Золото – 2034 доллара за тройскую унцию. После выхода данных по инфляции золото столкнулось с высокой волатильностью. И сейчас уже по прошествии ровно одного дня мы можем оценить тираничный сантимент. Значения уже получше, чем были. За день до этого 35 на 65, то есть 35% трейдеров в покупках меньшинство. И я начинаю, друзья, уже верить в рост золота. Поэтому сегодняшний день я буду постепенно набирать длинную позицию по рынку драгоценных металлов. В качестве ближайшего целевого ориентира по, в частности, золоту – 2050 долларов за тройскую унцию. Европейская валюта против доллара – 1,0975. Ждем тестирования отметки 1,10. Еще один член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель подтвердил, что экономику ЕС ждет мягкая посадка. Причем цель по инфляции в 2% может быть достигнута к концу этого года. Но для того, чтобы эта задача была выполнена, нужно сохранить ставку высокой тоже, как минимум, до конца этого года. Если эти ожидания оправдаются, то, как мы с вами ранее и прогнозировали, ИЦБ будет позже отказываться от жесткой монетарной политики, чем другие центральные банки. И на этом фоне пара евро-доллара легко может восстановиться в средней долгосрочной перспективе до отметки 1,12 и потенциально даже выше. Сегодня состоится выступление Филиппа Лейна. Это главный экономист ИЦБ. Он обычно приверженец жесткой истребенной риторики. И если его позиция не изменилась за последний месяц, то потенциально у евро есть хороший повод сегодня уже добраться до отметки 1,10. Пара фунт-доллара 1,2770. Ждем данные по ОВП. Ноябрьские цифры. Ожидается рост на 0,2%, что не сможет не оказать поддержку британской валюты. По промышленному производству тоже вряд ли данные разочаруют. Вмесячное выражение рост на 0,3%, в годовом рост на 0,7% против прошлого значения на 0,4%. В копе с последними заявлениями и комментариями Бейли на выступления в парламенте и с идеей слабости американского доллара ждем развития восходящей динамики и по этому дуэту финансовых активов. По австралийцу против доллара 0,67 текущие котировки, целевые ориентиры 0,68-0,6850. Среди макроэкономических данных за последний день стоит отметить улучшение показателей торгового баланса за счет значительного роста экспорта, который в ноябре вырос на 1,7%. Этот релиз усиливает сильную статистику по роничным продажам и по количеству выданных разрешений на строительство. Поэтому, в принципе, каких-то разочаровывающих обстоятельств нет. СНП тоже цели прежние, 4 900-5 тысяч пунктов. На следующей неделе будем концентрироваться уже на активном развитии сезона квартальных отчетов. Какие-то интересные истории буду озвучивать. И рынок нефти 78-71 доллар за баррель. Я сторонник того, что от коротких позиций все еще не стоит отказываться. Вчера поддержку котировкам оказал форс-мажор очередной, связанный с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в частности, захват танкера с иракской нефтью. Ответственности за это уже взял на себя Иран. Но я полагаю, что такой новостной фон, он, может быть, быстро возникает и также быстро сходит на нет. А долгосрочные факторы, связанные с ростом добычи нефти в ОПЕК, опасениями за перспективу мирового экономического роста, увеличение объема нефтедобычи, запасов в США, это те факторы, которые никуда не денутся в ближайшей перспективе и перевесят, опять же, потенциальный позитивный фон, который может развиться в восходящую динамику. И, опять же, в сухом остатке у нас все-таки будет приоритет медвежья динамика и целевые ориентиры движения бренда ниже 75 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok